привет я сегодня что-то прямо не срастает с прямыми эфирами совершенно привет привет всем привет кто тем кто подключается в общем у меня сегодня беда с прямыми эфирами я последнее время веду прямые эфиры в инстаграме для того чтобы прям прокачать там народ как-то вот взбодрить потому что чаще всего вела эфиры тут ну и потом решила как бы в инстаграме тоже уделить этому внимание но сегодня я выложила stories с активной ссылкой на мой платный канал с фотографиями stories заблокировали и сегодня мне отказали в прямом эфире то есть просто инстаграм такое не сегодня ты в прямой эфир не выйдешь потому что ты типа твой stories заблокировали значит ты выкладывала какой-то не очень хороший контент хотя контент был нормальный и поэтому временно тебе ограничили выхода в прямые эфиры ну и следовательно я попробовала потом в тик токи попробовать пробовал попробовать в общем потом я в тик токи решила провести трансляцию там у меня мало народу там посмотрела четыре человека вот и все и потом я вернулась в контакт какая-то лапочка спасибо я не настя не наташа всем остальным спасибо вот там красивый домик это не декорация если что вот так вышло что мне там красивый вид за окном особенно если так вот сделать бумс красоте но я тут в общем сегодня вместо инстаграма будем с вами болтать вконтакте здесь также можно задавать вопросы какая-то нарушительница нравится образ который тебе сделали это просто я восхищаюсь визажисткой просто есть не работают 10 лет и она вот сейчас приехала в москву переехала кстати поэтому все фотографы модели и так далее берите на заметку но она реально очень качественно делает то есть я хожу с самого утра там с 10 утра с этим макияжем с этой прической да она уже конечно изрядно потрепалась но выглядит вполне себе достойно привет спасибо прелесть спасибо хочу я пиши ей об этом забирай я думаю что она будет только за поскольку она в москве она в москве как бы недавно и сейчас ей любое сотрудничество прямо очень в тему вот куришь я не курю вообще и никогда не курила привет привет настроение прекрасно потрясающее настроение вот у меня опять начались панической атаки поэтому я воспользовалась помощью фенебута который теперь всегда со мной вот и поэтому я сегодня веселый мне даже муж сегодня спрашивает еще какая как бы веселая ну такая взбалла мощная и я вам просто показала стандарт и он все понял тебя не узнать прекрасно выгодишь спасибо вот да мне очень нравится кудряшки мы даже сегодня всерьез с мужем думали о том что а почему мне не сделать например химию и всегда быть с кудряшкой что за атаки ну есть такой недуг называется панические таки вот это приступы необоснованного и рационального страха в моменте который нарушает способность человека нормально функционировать да я помню сколько лет замужем в общей сложности какой счет год 21 12 12 лет замужем нормально нормально так привет да спасибо спасибо всем за комплименты и думал педофила до магазине это как в общей сложности до 2 мужа мужа в первом браке я была в именно браке я была пять с половиной лет а погодите какую-то до 2009 года 5 или сколько там лет ну короче я была замужем сначала что какая-то лажа получается а и да и потом я сразу же в общем с 2009 года до нынешнего дня я замужем без перерыва с перерывом там на переоформление документов у меня ушел месяц вот но я на тот момент уже когда как бы на развод подала я уже жила с другим человеком и вот как-то так детей есть есть и здесь вот один сын в пятом классе учится и еще две собаки валяются на полу лучше будет видно одну собаку чем они сейчас проснуться и начнут ручать на всех это прекрасно спасибо спасибо волоски вам спасибо теперь видим ждать надо ждать 5 5 5 5 чего ты много материшься нет вот как мне однажды моя близкая подруга сказала я услышала как ты не цензурно выражаешься там есть что-то сказано если я увижу что ты употребляешь алкоголь то все образ святой наташи окончательно разрушится вот никакие единороги не помогут поэтому поэтому я больше не матерюсь ну а пить я никогда не пила причем знаете у меня вчера был такой очень такой серьезный момент я никогда не пила алкоголь вот реально в принципе я я не пробовала я не знаю что это такое я его не пила но вчера мне было настолько плохо вчера мне опять ну были вот то есть накрыли панические атаки просто вообще мне было плохо я сначала с паническими таками и не могла ничего делать потом мне просто слезы и истерика все дела муж не отвечает он на работе бы это был уже поздний вечер ребенок спал и я такая все люди говорят что помогает алкоголь значит нужно раз ничего другого не помогает значит нужно быстро где-то добыть алкоголь я такая типа в самокат но самокат доставка продуктов который быстро доставляют а время короче 10 30 я не знаю вообще продают алкоголь или нет понятия не имею ну я слышала что есть какие-то ограничения по времени а до скольки я не знаю набираю в самокате в самокате нету я думаю наверное уже как бы закончилось время продажи набираю в интернете в интернете написано что типа до 11 я бегу в магазин который находится не рядом с домом чтобы меня никто не узнал чтобы никто никогда вообще этот инцидент забылся потому что ну типа наташа и алкоголь ужас фу-фу-фу вот я пошла в магазин стояла долго стояла смотрела на алкоголь я не понимала что что мне надо что не надо брать я немножечко подуспокоилась потом такая думаю блин я чусь лобачка что ли нет раз я пришла мне нужно выполнить то зачем я пришла я подошла к продавцу и говоришь знаете так и так я ни разу никогда в жизни не пробовала какой а я зареванная прям такая вся вот горю у меня очень тяжелая серьезная ситуация не знаю чем не делать говорят люди что типа алкоголь помогает вот и говорю чем не взять а мне что-то короче сунул какую-то что это я не разбираюсь вот я притащила эту херню домой в этот момент уже на связь вышел психолог потому что я не знала что делать и в итоге я час проговорилась не было прием был психолога консультация и все отошло я во время консультации даже смогла отковырять как бы снять открыть эту бутылку кое-как потом уже под конец консультации приехал муж такое хранилось еще что происходит ну типа я сижу на кухне с психологом алкоголь чего никогда в жизни не видел за там шесть лет совместной жизни вообще то есть алкоголь и я это вообще абсолютно две несовместимые вещи потому что я яра против алкоголя и я сидела и думала зачем я ведь так люблю себя я ведь так люблю свой организм ну можно же найти какой-то другой способ успокоиться успокоить себя лечь спать а завтра как бы уже будет другое время и уже там и фенибут начнет действовать и в общем в принципе отойдет до вот этой истерик и панические атаки все остальное ну собственно я так и не попробовала вот история мораль сей басни такова что алкоголь я так и не попробовала я так и остаюсь чистой и непорочной девочкой вот нет кокс я тоже не пробовала хотя многие думают что я под чем-то периодически нахожусь но это не так там кто-то какие-то вопросы задавал типа значит ты изменяла мужу раз ты второй раз в браке и типа сразу вошла в новое отношение нет я не изменяла мужу ни одному ни другому потому что когда у меня появился интерес к другому человеку получается так что у нас уже шел разрыв у нас уже шел конфликт и я уже ему говорила то есть мы уже жили в разных комнатах у нас не не было уже никакого интима него вообще ничего не было вот и я его предупредила сразу я сказала знаешь так и так я тебя предупреждала что если такие-то такие-то такие ситуации продолжатся то мне придется уйти потому что это моя безопасность вот и когда появился второй человек я сказала так так я ухожу вот и когда у меня ну когда мы начали встречаться с ну как бы с нынешним мужем да с тем я уже не пересекалась фактически мы жили в разных комнатах и естественно никакого интима не было поэтому нет я не изменяла для тех кому было интересно остальные комментарии не успела прочитать простить а фенебут ли помогает мне помогает реально помогает я прям чувствую особенно когда мне прописывали его когда мне прописывали короче фенебут когда я его пила там месяц вот через неделю реально состояние стало лучше и вот вечерние вот эти вот панические таки они отступили больше они в принципе не возвращались потом были вот карантин разовые панические атаки и сейчас начались но последние два дня не доходило до панических атак то есть она вот состояние пред когда я чувствую что вот-вот может сорваться но самой атаки не наступала я не два раза в разводе я один раз в разводе я сейчас нахожусь замужем вот какую-то я вам дичи рассказываю каких съемках участвуешь обычно это реклама какая-то одежда белья вот что такое вот завтра по идее должна была ехать шоурум на съемки но они попросили немножечко подождать потому что придет новая коллекция чтобы сразу снять новую коллекцию поэтому назначен день сегодня были съемки поэтому я такая типа вся при параде вот да у меня один муж поэтому расслабьтесь ну в смысле один развод сейчас я замужем так блокирую